Друзья, всем привет! Сегодня невероятная история, которая началась вот с этой обычной, казалось бы, фотографии. Российский оккупант на российском танке с буквами Z в украинском городе. Это Попасная, которая находится в Луганской области. Но вы сейчас будете удивлены этой историей. Это просто фантастическая история, которая началась действительно с одной простой фотографии. Перед тем, как я начну, подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк и комментарий, для того, чтобы как можно больше людей это увидели, особенно в России. Потому что очень хотят они закрывать глаза. Если вы смотрите, то вы тогда, россияне, хотите закрывать глаза на то, что происходит. Но я хочу, чтобы вы знали правду. А шо нас по новостям? Да нихуя, воюют, да и все. Все, что говорят по телевизору, это все пиздец. Итак, история, которая началась с этой фотографии, опубликовала ее Reuters, и затем написали об этом BBC. Потому что на этой фотографии, не поверите, жительница Попасной по имени Алина. Вот ее, кстати, фотография. Вот как выглядит Алина. Это реальный человек, живой человек. Который уже дала интервью, даже BBC на эту тему. Она узнала свои вещи. Да, если присмотреться поближе к этой фотографии, вот смотрите, немножко берем, насколько возможно, крупно эту фотку, то видим, что возле Рашиста, вот видите, такое диснеевская героиня. И вот это привлекло внимание Алины, потому что она увидела диснеевскую героинь. Точно такое покрывало есть у ее дочки в Попасной. Ну и фотография есть в Попасной. Она подумала, так, ну ладно, ну совпадение. Может быть, солдат с собой привез покрывало диснеевское. Русские солдаты, вы знаете, очень странные люди. Может, дочка ему дала, так сказать, в бой освобождать от бандеровцев, чтобы папе было какие-то приятные воспоминания о доме. Дала свою покрывальце диснеевской принцессой. Но нет, тут Алина узнает, что помимо вот этой покрывальца ее дочки и одеяло, это тоже ее, и простынь ее, и коробка даже ее. Видите, коробка в кадре? Знаете, что в этой коробке? В этой коробке бойлер, который Алина, к сожалению, не успела установить у себя дома. Не успела, потому что пришли освободители. Пришли освободители освобождать Попасную от Алины и других, видимо, нацистов. Да, напомню, мы все нацисты. Я нацист, Алина нацистка, и дочка ее, которая любит диснеевских принцесс, тоже получается нацистка. Рейха опять заработает. Поэтому донацифицировать придется, судя по всему, не только Украину. Алина в первые дни, насколько я понимаю, уехала в Кривурок, затем оттуда на время мигрировала в Британию. Вот фотография семьи, которая приняла дом, на котором теперь украинский флаг. И именно там Алина увидела фотографию родных ее вещей, которые оккупант пытается вывести на танки. Освободитель, извините. Пытается освободить ее вещи от гнета нацистов и вывести их в безопасное место. То есть к себе домой. В Рязань, или в Новосибирск, или еще куда-нибудь. У меня вопрос. Зачем ему детские простыни? Дочки? Ну ладно, бойлер. Ну, для русского солдата это что-то удивительное, что вода горячая. О, не от солнца горячая, а технический специальный аппарат, который греет воду. Для русского солдата такая шашок. Но зачем ему простыни? Слушайте, вообще, зачем российские солдаты постоянно пиздят простыни, детские игрушки, зубные щетки? Нахрена вам? Ну это же белье воруют, трусы и носки. Ну даже в секонд-хендах люди не покупают такое. А они воруют. Это очередная история для тех, кто до сих пор верит в эту доблестную русскую армию, которая всех освобождает. Это армия мародеров, насильников и убийц. Это уже очевидные такие вот ублюдки, которые воруют детские покрывальца с диснеевскими принцессами. И бойлеры, на которые должна была эта девочка потом в ванную принимать. Это вот типичный представитель русской армии. Еще одна история сразу в догонку. Из Мариуполя там, значит, украли PlayStation в одном из домов. Парень, к которому она принадлежала, он сейчас находится в безопасном месте, на подконтрольной территории. И ему пришло сообщение на его почту с просьбой разблокировать аккаунт. Вот этот человек, который, ну, солдат, спиздил его PlayStation. Прислал вот такое сообщение, типа, разблокируй мне аккаунт. Еще в конце написал, так ты ответишь или ты умер? Да, мне кажется, русские солдаты надеются, что все украинцы умрут. Но, как вы понимаете, пока что происходят обратные. То есть, все, кто приходит к нам, уже больше 30 тысяч полегло. Я думаю, тысяч 50 остались инвалидами на всю жизнь. И, вы знаете, без обид, но абсолютно не жалко людей, которые приходят грабить, убивать, мародерить. Жалко их родителей, их детей жалко. Но, с другой стороны, почему же вы не объяснили, что не нужно вам идти на эту войну? Это не ваша война. Это чужая земля. Это чужие диснеевские покрывала. Это чужие PlayStation. Это чужие сережки, кольца, которые вы воруете. Это чужие жизни, которые вы забираете. Распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей его увидело. Особенно в России. К сожалению, не знаю, как зовут этого солдата, но я думаю, что скоро мы все выясним. И, конечно же, будет трибунал. И сколько в быте еще голову прятать в песок или в жопу, делая вид, что вы не понимаете, что происходит. Или вы понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...